продолжим что я хочу показать в этом ролике в этом ролике мы рассмотрим некоторые возможности визуализации даже не визуализации отображения объектов для удобств для более так скажем эстетических каких-то нужд когда нам нужно представить объекты в более приятном виде допустим взять их все однотонными или там цвета в какого-то патроны нужно и экспортировать это в растр и потом уже фотошопе редактировать кроме того посмотрим тему отражений здания вот здания в среде английски это звучит обычно как building reflections так как часто здание имеют стеклянную оболочку стеклянные фасады и активно отражают солнечные лучи могут создавать дискомфорт в соседних зданиях так ну первое это значит что мы имеем сейчас у нас включены тени я когда нажимаю display shadows у меня почему-то объект весь затенен на тени и падающих нету в чем проблема при учете вижу вижу вайс тени есть редакторе их нет значит объект этот является имеет ярлык так как затененный и его надо снять значит делается таким образом просто либо select all target objects если мы хотим узнать какой у нас объект является затененный или core так пока нажимаем core так все пропадает тени появляются все нормально значит что такое как как нам визуализировать теперь это в каком-то более приятном виде переключаемся закладку вижу вайс и наблюдаем так скажем не очень интересную картину с точки зрения графики давайте переключимся в план f5 уберем вот в этой закладке с глазиком нет закладки с красной сеткой ground plane поставим новый контекст закладки shadow settings берем daily send path также можем убрать значок севера если это нам нужно это находится здесь north point и закладки с изображением глаза можем отключить дисплей outlines когда они у нас просто не будут отображаться вся обводка объектов и выбрать для материалов грани для этого цвета грани по умолчанию стоит материал color можем выбрать зон color это соответствует цветам зон то есть как бы по слоям так скажем и или материал color или foreground color он здесь выставляется сейчас он черный или background color и достаточно интересный эффект может возникать когда вы включаете вверх тени вот этот конверт тени по-русски он вам звучит как конверт и тогда мы не достаточно такую минуалистичную картинку можем выставить какой-нибудь апрель выбрать файл экспорт и имиджеской ничего но перед этим я бы советовал создать камеру это как сцена в скетчапе и теперь когда мы допустим переключились 3d там что-то смотрим то мы всегда можем вернуться надо только переключиться туда и обратно вот в конкретную камеру нажимаем файл экспорт здесь необходимо выбрать допустим jpeg и выбираем specific size допустим там ставим больше чем нужно то есть чем на разрешение экрана допустим ну давайте я поставлю для задачи 1500 и получаем некоторые результаты но это экспортирует все что меня уже здесь оказывается и можем посмотреть результат результатом не слишком шикарный но в принципе для каких-то задач хорошо подходит и фотошоп можем легко отредактировать наложил вот это изображение другое и применим соответствующий режим наложения слоев так мы с этим разобрались теперь что такое вот эти building reflections представим что вот это вот здание она является то есть она выполнена стекла так скажем стеклянные фасады значит я включу обратно вот здесь материал калори и тут теперь я хочу посмотреть вот эти отражения они настраиваются в первую очередь их цвет настраиваются в зону менеджмент значит что-то вот эта новая зона появилась благодаря созданию камеры последняя зона это по моему вот это необходимо мы можем не настроить зайти в зону properties и настроить цвет отражения допустим какой-то такой давайте выберем оранжевый более оранжевый цвет окей окей и следующий этап это включить вот это отражение это надо перейти в 3d редактор выбрать соответствующую плоскость перейти и в shadow settings и назначить так объекта из рефлета то чтобы он отражал свет точнее как бы лучи и получается у нас геометрические вычисления значит так ссылается тоже появляется тень что не тень отражения для этого времени который у нас меняется давайте включим еще три санды как и посмотрим что у нас происходит правильно потому что у нас солнце почти не попадает на эту поверхность для этого нужно поменять для этого проекта просто ориентацию вот мы получили соответственно вот эту верти не можем отключить его включить дисплей shadows и увидеть что вот оно отражение идет от фасада и попадает ли она на другие здания в апреле не попадает а вот там в сентябре она уже начинает затрагивать и окружение тоже но для так скажем более наглядной визуализации надо прийти закладку visualize и здесь уже происходит отображение этого отражения преднастроенным цветом его по-моему можно изменить файл и user preferences и тут также можно включить shadow range значит мы включили shadow range и теперь нам надо бы посмотреть только отражение значит в закладке здесь в shadow settings можем выбрать show reflections only и значит имеем вот эту вот ситуацию как влияет отражение окружающую застройку соответственно где то здесь зимой будут солнце отражаться в ближайшие здания а так вот не будет мы можем брать VR тени просто включить тени display shadows и смог покрутить что происходит уже отдельно все в принципе значит в 3d редакторе мы всегда можем посмотреть допустим я снял выделение какой объект является рефлектором но мы отключили show reflections only и допустим отключить display shadows я могу выбрать этот объект select all target objects вот он выбирался и с него снять так это принципе это работает и без выделенных объектов как-то так я думаю все